Уважаемые друзья, предпуримское веселое настроение и веселье наше сегодня будет заключаться в том, что пришел я на этот урок позориться. Нет, не стыдно, например, не понимать какой-то отрывок из Талмуда, то есть иметь какие-то сложные, неразрешимые вопросы по поводу того, что написано в Талмуде, потому что величайшие люди, величайшие интеллектуалы нашей еврейской истории имели такие вопросы, не понимали Талмуда. Тем более не стыдно понимать какой-нибудь сложный комментарий к Талмуду, к примеру, комментарий Тософот, величайшие раввины не понимали этот комментарий до глубины, задавались вопросами, оставались без ответов, все бывало, поэтому не понимать что-то в святых книгах, это, наверное, не стыдно. Но перевод слова, причем не арамейского даже, еврейского, перевод одного еврейского слова. Не знать перевод слова это для человека, который позиционирует себя преподавателем еврейской традиции, это, конечно. Очень стыдно. Ну, поскольку правда дороже всяких личных моментов, я сейчас буду вам рассказывать этот самый десятый псалом Давида, в котором находится это загадочное слово. Ну, для начала давайте первые пасуки, хотя бы первые два до третьего, в котором это слово находится, с вами посмотрим. Вот, где у нас этот псалом Давида, что-то я не вижу, секундочку, а ну-ка откроем мы его, а то сейчас непонятно будет, куда шерскрин делать. Вот он, все, нашел я его. Да, это десятый псалом Давида, мы его начинаем. Ну, сначала никакого позора для меня не будет, потому что нужно будет сказать о том, что это такое за псалом. Не так много псалмов, ну, из 150 всех, да, они начинаются с таких вот высказываний без всякого титула, без титульного листа, так сказать, на котором есть название, без всякого вступления. Не так много псалмов начинается без слов, ламнацех, да, то есть для дирижера, или мизмор ли Давид, или Давид мизмор, что-нибудь. Псалом Давида, для Давида псалом, мы с вами говорим. Сразу, с места. У нас были такие псалмы, например, все псалмы начинаются со шреяиша, шреялалах, блажен человек, который не ходил в совет злодеев. Там не написано, что это мизмор, псалом Давида. Тем не менее, здесь довольно резко, я бы сказал, очень уж резко начинается этот псалом. Давайте посмотрим. Лама, почему Ашем, Бог, таамот, будешь стоять, берахок, в отдалении. Ты почему, Бог, стоишь в отдалении? Любопытно, вот у нас здесь нету, а вот у меня в этой книжке, в полной книжке комментариев псалмов, это есть. Радак Раби Довид Кимхи пишет, что идея этого псалма, всего, была у Давида дать текст какой-то специальный. Людям, которые попали в беду и которые чувствуют, что им Бог не отвечает, чтобы они читали этот текст, этот десятый псалом, который, в общем, является лекарством в этой ситуации. Именно тогда, когда ты попал в тяжелую-тяжелую ситуацию. И вот это то, что здесь написано. Почему ты, Бог, стоишь в отдалении? Понятно, что Бог нигде не стоит, никуда не ходит, Он везде находится. Имеется в виду, создаешь впечатление, как будто ты не находишься рядом. Скрываешься от меня, спрашивает Давид. Та Алим, скрываешься ли и тот в те времена бацара в бедствии? В те времена, когда ты находишься в бедствии. С места, без подготовки, без объявления войны, так сказать. Псалом такой-то, на мноцеах, для дирижера, никаких названий. Сразу. Ты почему, Господи, отошел от меня? С чем связана эта резкость сформировки, довольно трудно понять. Но, во всяком случае, если мы, например, открываем Мальдема, видите, что он пишет Альпиамизморакодем, согласно псалму предыдущему, где про врагов, которые нападают, и от которых надо то бежать, то защищаться, то оперировать какими-то высокими категориями, обращаться к Богу, чтобы он спас. Мит-Орер пробуждается Аль-Шей-Лат по поводу вопроса. Мит-Ней-Ма, из-за чего ешь? Есть Раша-Ветов-Ло. Ну, знаменитая категория, вот это, да. Раша-Ветов-Ло. Злодей и хорошо ему. Есть Цадик-Вер-Ало. Такая же противоположная категория. Праведник и плохо ему. Ну, то есть страдающий хороший человек, ну и здесь преуспевающий, плохой человек. Почему? Шезе, что это? Сиба, причина. Ше-Е-Алем, что, значит, скроется. Ме-Эй-Ней-Абриот, от глаз создания, творения. Ки-Еш-Элуким, что есть Бог, Шафтим-Варец, который судит на земле. То есть из-за того, что преуспевают негодяи. Из-за этого люди, как вы прекрасно понимаете и знаете, думают, что Бог вообще отпустил ситуацию. Знаете, как некоторые психологи или горе-психологи советуют человеку вместо того, чтобы заниматься, работать над какой-то ситуацией. Эту ситуацию отпустить. Так вот такое впечатление, что какой-то совет нехорошего психолога Господь получил и отпустил ситуацию. Вот же, выпустил из рук, не дай Бог. Ла-Ма-Шем, почему ты, Бог, там стоишь в отдалении, говорит этот псалом. Как будто он стоит в отдалении. Понятно, что он, значит, находится везде, как мы сказали, и все время все видит, но делает вид, как будто стоит далеко. Значит, и дальше, прямо во втором стихе эта идея развивается очень любопытно именно у Мальдана. Кстати, «Бегават раша при гордыне злодея едлак они». Ну, конечно, не от слова «ля длик наршир шаббат» – зажигать свечку, а едлак в данном случае «горит» в смысле преследует. То есть в гордыне злодей преследует, а не бедняка. Етавцу будут схвачены бемезимот с помощью зломоушлений, с помощью злых умыслов, зу хашаву. Это обдумывают. Кто это обдумывает? Кто кого схватит? Здесь очень важно понять пшат, просто простой смысл. Мальдан очень важную вещь пишет здесь, смотрите. Он говорит, что «ни дыме кажутся, ше араша родев, что злодей гонится, а хары они, за бедным бега авато, просто по своей наглости». Что получается, что на самом деле не творец наказывает какого-то человека, например, этого бедного, которого он, по всей видимости, хочет наказать. А получается, что негодяй гонится за бедным, никакого смысла в этом нет. И что это исключительно решение и выбор негодяя. И творец тут вообще ни при чем. Видите, он дальше пишет. Или и тот же временами бацара во время бедствия, как в предыдущем, в первом стихе сказано. «Та алим – это от смеха». Ты себя скрываешь. Бог, ты себя скрываешь. «Та ахат за гаава троша, за гордыней злодея». То есть злодей так уверенно действует и делает вид, что действует самостоятельно, что можно подумать, что он действительно действует самостоятельно. Ашер-гидлак – это ани. Он преследует бедняка. И ше-ма, что то, ше-ко-ха-ха, что твоя сила, она, а-ми-ни-о, заставляет двигаться. Что твоя, бог, сила заставляет двигаться злодея. С помощью этого злодея, с помощью этой дубины ты наказываешь бедного человека за что-то конкретное. Лидлок – это ани преследует злодея. И это не видно. Нейлам – не стар, скрыто. Та ахат гаава троша за этим, значит, наглым характером злодея. Ше анире бэгалу. Что видно в открытом доступе? Ше гу осекен. Ше он так делает бэкохо по своей силе. И что получится? Альпизе из-за этого, да, альпизе. Итлонен амешорет – досадует псалмопевец, да, певец, Давид, досадует кило кулам. Что не все ехазу будут смотреть это анилам на скрытое. Вэрубамы, большинство людей, то им ошибаются. Большинство людей думают, что этот злодей действительно сам это все делает. Без всякой вэлло ядашема, а не рука Всевышнего, аста зод делает это. Зод шинит. То есть еще второе есть. Вторая часть пасука. Итапсу бэмзимодзу хашаву. То есть они захватываются с помощью злых умыслов. Что это такое? Ше аль едеи, что с помощью того. Ше бнеадам, что сны человеческие. То им ба зе ошибаются в этом. Вэ хошвим хашаву. Кто что думает, сейчас мы поймем, да, армалем объясняет. Они думают бельвавам в своем сердце. Ше араша, что сам злодей, осекен, делает это. С помощью своей гордыни, с помощью своей наглости. И люди после этого, мистапким бе ашгаха, сомневаются в том, что Бог вообще за чем-то следит. Так аль едеи мэзимодзу хашаву. С помощью этих злоумышлений. Что происходит? Круг замыкается. Представляете? Итапсу бэядраша. Они попадают в руки злодея. То есть за то, что люди начинают отрицать участие Бога в мире, в процессе историческом. Начинают вести себя по отношению к Творцу некорректно. Так за это они, естественно, должны быть наказаны. Они попадают в руки злодея. То есть кто-то попал в руки злодея уже. Вполне возможно за это. За то же самое. Попал в руки злодея. И теперь те, кто это видит, думают, что тот, кто попал в руки злодея, это несчастная жертва. И Творец ни за чем не следит. И начинают или думать плохо про Творца, или даже что-то ему, Богу, высказывать такое неадекватное. И в итоге они... Второй круг пошел. Они тоже попадают в лапы злодея, потому что они так себя неадекватно ведут. А сейчас то, что они попали в лапы злодея, видят еще третий человек, который, ну, что изобразие такое, хорошего человека преследуют и тоже начинают думать плохо про Бога. Он уже третья жертва. И так вот ходим кругами. И это абсолютно, говорит Давид, царь Давид, это совершенно неприемлемая ситуация. Надо просто прекратить этот порочный круг преуспеваний злодеев. Надо прекратить просто. Надо прекратить показывать людям, что злодеи преуспевают. Их надо, наоборот, наказать. Показательную упорку устроить. И тогда порочный круг разорвется, и люди перестанут думать неправильные вещи про Творца. Ну и вот он. Третий пасух, который я с удовольствием еще больше увеличу вам. Ки-ибо. Елель-раша. Восхваляет злодей. Хвалится злодей. Аль. Чем он хвалится? Это ават нашел. Страстями души своей. То есть мало того, что он гадит, он еще везде рассказывает о том, какой он замечательно сильный, могучий и крутой. Хвалится всем этим безобразием. У-В-Ц-А-Б-Р-Э-Х. И... Ну вот как это переводить? Ну давайте пока по-простому. И тот, кто грабитель. Давайте-ка пока я переведу слово У-В-Ц как грабитель. Б-Р-Э-Х благословляет. Ну или скажем, тот, кто грабителя благословляет. Ни-Э-Ц. А-Ш-Э-Х тот оскверняет, ругает, можно сказать. Ну более точный перевод слова Н-Э-Ц. Ругает Бога. То есть тот, кто благословляет, Б-Р-Э-Х, вот этого самого Б-Ц, он ругает Бога. Значит, слово перевода, которого я не понимаю, еврейское слово перевода, которого я не понимаю, находится перед вашими глазами. Слово Б-Ц. Что это за слово? Что оно значит? Ну давайте мы сразу пойдем в Талмуд, где вообще весь этот пасук, эта фраза замечательная, Б-Ц, Э-Б-Р-Э-Х, не С-С-А-Ш-Эм. Вторая часть пасука подробно-подробно объясняется, что мы должны сделать с вами. Мы, как обычно, берем нашу страничку Hero Books, открываем тут ШАС, находим трактат Сангедрин, который нам необходим, и открываем в нем нужную нам страницу. Я сразу вам ее показываю, значит, вот как ее запомнить на вид. Вот так она выглядит, эта страница замечательная. Вот, это, конечно, закон Осинедриона, так сказать, высшего еврейского суда религиозного. Вот, первая глава трактата Сангедрин, и написано в ней следующее. Мы когда-то, конечно, с вами эту гемору видели, я не мог ее не цитировать вам. Я, правда, уже, честно говоря, не помню, по какому именно поводу я цитировал эту гемору. Нельзя ее подвинуть, например, нет, подвинуть ее, к сожалению, нельзя. Ну, у нас все равно очень большое увеличение, видите, поэтому. Так вот, Раби Илазар, Бно Шираби Йоси Аглили, это первый наш учитель. Учитель, значит, который говорит «Омер Асур Левцуа». Узнали слово, да? Корень бет в цаде айн. То самое замечательное слово, которое мы с вами сегодня видели, перевод которого более чем проблематичный. Что означает «Левцуа» в данном случае? «Осур Левцуа». Давайте мы уменьшим, что ли. Здесь какой-то раши. Как только пришли в суд, запрещается судьям «Левцуа». Что это такое? Ну, на предыдущем листе, на предыдущей странице, я же не буду открывать, Раша объяснял, что «Левцуа» это означает прибегать к компромиссу. Нету слова по-русски «компромиссничать». Ну, нету. Ну, это вот такое еврейское слово «компромиссничать» оказывается. Откуда? Почему? Почему? Здесь компромисс называется этим словом. Создание компромисса. Инициация компромисса в суде называть словом «Левцуа». Будем пытаться разобраться, у нас немножко времени сегодня еще есть. Вехоль абоцея, всякий, который прибегает к компромиссу. Гэйзайн, а рэйзэ, хотэ, это грешник. Вехоль амевар... Вехоль и всякий ам... Да что ж такое, она выделяет не то, что надо. Амеварек, благословляющий. Это боцея. Вот он прям, да, боцея. Вот он прям, да. Боцея, видите здесь? Смотрим сюда? Смотрим сюда. Здесь это у нас грабитель, нет? Ну что, я 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 придумаю что-то? Что здесь это у нас грабитель, я придумал. Значит, кто у нас самый лучший переводчик? Вот. Равина Аль-Шуэр, мецудок. Открываем мецудок. Все. Боцея. Я увеличу. Я увеличу, что было всем видно, что это такое. Боцея, да, кто это? Газлан. Грабитель. Ну и по тексту это, в общем, совершенно понятно, что это он. Что ж такое? Грабитель, да? Теперь что-то такое? Тот, кто благословляет вот этого самого Боцея, то же самое слово. Это, оказывается, человек, который инициирует компромисс. А никакой не грабитель. А рей зе, вот это, минаец, ругается. Это сквернословит человек. Человек оскверняет суд компромиссом. Вяль зе и про это, Неймар, сказано. Про что? Мы же только что читали этот пособ. Да бросьте вы со своими простыми смыслами. Талмуд совершенно по-другому. Вот он наш пособ. Вот он родной. Боцея, берех. Благословляющий вот этого Боцея, нет совершенно, он оскверняет Бога. То есть Боцея – это никакой не вор и грабитель, а это человек, который прибегает в суде к компромиссу. Хорошо. Элла, но что надо делать? Яков-1 пробьет суд Этаар, гору. Такое выражение. Яков-1 – это ар. Ну, в общем, она еще в других местах там приводится. В таком случае, Ивамот. Пробивает суд даже гору. Ну, так же, как тяжело пробить, например, кулаком. Невозможно. Целую гору. И даже острым каким-нибудь предметом. Так трудно пробить, конечно, судом. Все. То есть найти истину в суде. Так же, но это необходимо. Иков-1 – это гар. Пусть суд пробьет гору. Сильная метафора. Шенеймар, как сказано. Что сказал Мошарабей? Кто? Кто суд-то производит у нас? Всевышний производит суд. Что такое? Почему не движется страница? Мне интересно. Вниз. Что происходит? А, это потому, что я должен немножко, наверное, уметь сюда. Вот тогда выделиться. Ой, пойти с ними разберись. Да. Так что? Вехен Моше, а я умер. Понимаете? И так Моше был говорящим. Моше говорил. Иков-1 – это гар. Пробьет суд гору. Дальше Гиммар говорит странную вещь. Валя Аарон, но Аарон, Огев шалом, любил мир, любит мир. Верудев шалом, и преследует мир. То есть, компромиссами занимался Аарон, а Моше занимался судопроизводством. Умесим и устанавливал шалом, Аарон, бен Адам лэхаверон, между человеком и его ближним. Шенеймар, как сказано. Как сказано, опять-таки, в известном месте, в пророке Малахе. Торат эммет. Закон истины. Айта вэпил вла в устах его. Вя вла, но немца бис свата. И несправедливости не нашлось в его устах. Почему? Потому что бешалому вэмешо. С миром и с прямотой. Галах. И он ходил со мной. Рассказывает про Аарона. И многих отвернул от греха. Так. Ладно. Значит, это было первое мнение. Значит, мнение, которое высказал, как вы здесь видите, раби Элезар, бнош рабио-сиагвили, раби Элезар, сын рабио-сиагвили, это было первое мнение. Значит, второе мнение по поводу того, что мы сейчас сказали. Что вот это вот наконец совпадает с простым смыслом пасука. Раби Элезар говорит, человек украл, наконец появился вор, сэ шэль хитин. Сэ это размер, да? Человек украл какое-то количество пшеницы. Утехана измельчил ее. Веафа и испек из нее. Каким образом он благословляет? Например, благословляет на отделение халы. Или просто благословляет на то, что он собирается есть эту еду, которую он сделал из украденной пшеницы. Это не благословляющее. Элами наец, а скверностовище. Ве Ализе на Эмаре об этом сказано. Ну, это хотя бы в русле простого смысла нашего пасука. Вот он опять наш пасук. Вся гемора про этот пасук. Все про это. Боцея берех, не ца шэ. Тот, кто боцея, таки да, грабитель. И он после этого берех благословил. Нет, ца шэ. Он осквернил. Бога. Сквернословит перед Богом. Нельзя говорить браху на украденную вещь. Раби Мейро. Мэр, Раби Мейро говорит, ло не сказано на Эмаре боцея, вот это вот слово боцея не сказано. Эла. Но кенегет иуда в соответствии с иудой. Ну, здесь-то совсем понятно. И слава Богу, вот в этом месте Талмуда как будто бы наступает кратковременное прояснение этой облачности, непостижимой вокруг одного еврейского слова. Почему понятно? Потому что это просто написано в Торе, да? Шенеймар, как сказано, Вайомер иуда, искал иуда Эль-Эхаб своим братьям. Ма беца, в чем корысть, ну вот конечно. И поэтому боцея, это грабитель, человек, который пойдет на все ради корысти. Слово беца означает корысть, но это очевидный момент. Какой компромисс здесь встал? Кто сказал вообще что-то про компромисс? Это еще только самые цветочки. В смысле вот этого вот слова, которое вы опять перед собой видите, слово беца дяйм. Ягодки еще нескоро у нас появятся. Так вот, какая корысть, говорит Иуда, кин на горок, это ахина, что мы убьем нашего брата. Он не выделяет. Сам хорошо хочет и выделяет. Что мы убьем нашего брата, какая в этом корысть, говорит Иуда. Дальше вообще непостижимая фраза. Если бы это не сказал такой величайший человек, как Раби Меер, то есть невозможно было бы даже себе представить, что такая фраза может быть написана где бы то ни было. всякий, кто благословляет Игуду, это человек, который сквернословит. И об этом сказано. у бацеберых наш пасук, тот, кто благословил вот этого бацея, этого корыстолюбца, который за деньги брата своего в рабство продал, не Эц Ашем осквернил Бога. Извините, можно еще раз? Кто осквернил Бога? Кто сквернословит перед Богом? Тот, кто благословляет Игуду? Скажите, пожалуйста, а кто этот таинственный человек, который благословил Игуду? Вот видите, Раши, Раши, да? Про поводу Игуды. Шиая лолома, что следовало ему сказать, нахазирену леавину, давай-ка мы его вернем к отцу. Ахарей шиаю двора, после того, как его слова были нишмаим леахи, услышаны братья. Кто благословил Игуда, скажите мне, пожалуйста, братья и ци Яков, правильно, лично, перед смертью, тогда, когда он фактически не благословил Рувена, Шимона и Леви, как вы прекрасно помните, Игуда стал пятиться к двери. И Яков позвал его, как там Раша объясняет, нежно и доброжелательный Игуда, Атайя Духа, Тебя признают твои братья, выразит признательность тебе. И там все, Ятхага, Рафа, Веха, твоя рука будет на затылке твоих врагов. Полный пакет благословений. Как мог величайший мудрец Талмура Раби Мея сказать, что всякий, кто благословляет Игуду, а Рейзе Минаец это человек, который сквернословен, это он на кого руку поднял Раби Мея на праотца нашего, на Якова. Вообще это непостижимый вообще отрывок в Талмуре, тут такие вообще вещи написаны, совершенно страшно. И ну то софот здесь что-то пытается как бы спасти ситуацию туда. Вгадь объектив то, что написано Митере Бни Алита от разрывания сына моего ты поднялся, что это такое? Альмасе де Тамар это история про Тамар с Игудой. Да, Шевхоин восхвалил Акату в Писании Кедемитер Гаминен от Удита в Лобе Атата ты признался и не боялся. То есть из-за того, что в истории с Тамар Игуда признался, что это беременность Тамар, так и от него, так и его типа Яков благословил. Ну это же не пшат, это еще более сложно понять, что здесь пишет то софот, как это так, Митера в Бни Алита от разрывания сына моего ты отстранился. То есть что ты не убил Иосифа, не участвовал в убийстве Иосифа, ты только типа его продал. Молодец! Это же пшат, это же то, что сейчас мы начинаем объяснять, что на самом деле ты таким образом пощадил детей Атамар Пере Цезера. То есть ее бы казнили, да, и из-за этого погибли бы внуки Якова, и вот это он имеет в виду? Это, конечно, непростой смысл. И вообще здесь не написано, тот, кто благословляет Игуду за то, что он то и то и то. То есть типа можно благословлять Игуду за что-то другое, а здесь это не написано вообще. Здесь написано очень просто, что этого человека благословлять нельзя, да, потому что коля мивареханит Игуда, всякий, кто благословляет Игуду. В общем, это тяжелейшее место для понимания. Надо разбираться, читать комментарии, но это, конечно, не наша цель, потому что наш посуд продолжает свое путешествие. То есть эти четыре слова загадочные, они продолжают разбираться. Дальше. Раби Ашуа бен Корха. Раби Ашуа бен Корха о мэр говорит Митсва Левцо. Значит, знаменитый спор, да, первое мнение было Раби, Лезарь Брабьеси, сына Рабьеси, а второе мнение это Раби Ашуа бен Корха, люди одного поколения, выдающиеся наши законодатели, Митсва Левцо, заповедь Левцоа. Что делать? Грабить. Забирать корысть. Не, вернемся к первому таламудическому. Инициировать компромисс. И это холоха. То есть, перед тем, как приходят люди на суд, их Рабины спрашивают, они здесь не взяли прибегнуть компромиссу, Шинеймар, как сказано, эммет у мишпад шалом, истину и суд мира, истину и суд мира, в мишпад шалом, шифту бешариха, судите в воротах ваших, говорит пророк Захария. Спрашивает Гимора, вы, алло, разве нет в моком месте, ше ешь мишпад, где есть суд? Эйн шалом, нету мира. Или суд, четкий, жесткий, или мирные договоры. О, в моком, ше ешь шалом, в том месте, где есть мир, компромиссы всякие, эммет у мишпад, нету суда в чистом виде. Что такое вот это, мишпад шалом у пророка Захарии, что он имел в виду? Суд мира. Эла, эйзегу мишпад, какой суд, ше ешь, что есть в нем, шалом, мир, а в омер, я скажу, зе битсуа, компромисс. Так, забегая вперед, на секундочку, я скажу, что если вы, например, в каком-нибудь израильском современном словаре посмотрите, что такое битсуа, ну, может быть, какое-то 25-е значение этого слова как компромисс у вас выйдет. Сегодня это слово употребляется совершенно неожиданно как осуществление ки-юм, агшама, то есть материализация чего-либо, осуществление чего-то в реальности. И с какой радостью это слово переводится именно так. Иногда бывает какая-то трактовка, в общем, переводов много, слово загадка. Вехенбе Давид гомер и так про Давида сказано, что он хотел и мишпат, и цдаку одновременно, и суд, и правду. В общем, короче говоря, значит, это битсуа, это компромисс, вот, и компромиссу надо прибегать, и мы в итоге устанавливаем, что компромиссу таки действительно надо прибегать. Естественный вопрос, откуда это слово вообще в таком случае здесь берется? Вот в этом вот замечательном значит, значении Коля Боцея, всякий, кто делает компромисс. Вот откуда это берется слово? Я ничего не скрою, в конце концов мы с вами знаем, что написано. Все-таки не очень реагирует. Видите, иногда зум застревает, я пытаюсь уменьшить лист, он не уменьшается. иногда хулиганит. Да, мы с вами знаем, где написаны вещи в святых книгах. И давайте ничего друг о друге не скрывать. Только что мы выяснили, что есть слово Беца, корысть, которое написано про Ягуду. Ну, где-то в Танахе еще есть такое слово в значении корысти? Конечно, есть. Более того, оно и в Талмуде в этом значении корысть и грабеж тоже есть. Ну, посмотрим, где оно в Талмуде. Ну, легко. Баумицы, трактат Баумицы. Пока еще мы с вами помним, что написано. Ой, что ж такое делает? Противное такое. Что написано в Талмуде, мы еще помним с вами. Вот, пожалуйста, будьте телевизором. Трактат Баумицы, только я неправильно, вот сюда не попал. Так, 112 лист. Что здесь мы видим с вами? Про людей, которые задерживают зарплату. Здесь написано. Что написано? Хиарива Шемри вам, что Всевышний будет ссориться с их ссорой, что Всевышний за этих людей заступится. Вы ковает ковем нафиш, да, царь славан Горь. И он их, как говорится, эту самую, за их грабеж, говорит царь Соломон в 22 главе Мишлей, нефиш душой заставит платить. Почему слово ковем это грабители, это вообще совершенно отдельный разговор тоже, но хотя бы давайте туда не идти. Ман де Амар, тот, кто говорит нафшо шельникзаль, тот, кто говорит, что душу забирают у обворованного, то есть чья душа пропадает в результате грабежа, что вот работодатель, который не платит зарплату, он как бы убивает человека, которому он не платит. Как написано, вот он, этот посуд, ки орхот, кен орхот, таковы пути, коль боцея беца, всякого, кто, что делает, вот он, боцея беца, вот он, пожалуйста, грабящего грабежом, это нефеш душу балаб, хозяев его и как схватит, то есть тот, кто грабит, он отбирает и душу тоже, потому что очень часто там забирают последний, человек не сможет пережить то, что у него забрали, и так далее, то есть вот эта вот страшная история с зарплатой, она тут написана, теперь в Идах другое мнение нами, активить, написано что заберет душу хозяев, то есть второе мнение, которое говорит, что на самом деле теряется душа у самого грабителя, он не душу ограбленного человека уничтожает, он прежде всего грабитель свою душу уничтожает, так он имеется в виду здесь вот это, что заберет душу хозяев, это хозяев, который сейчас, то есть именно самого грабителя, ну вот, пожалуйста, то есть совершенно четко Ясно написано, вот этот посыл, вот он нам здесь является, что, это самое начало притчи царя Шламу, первая глава. Таковы пути всякого, кто бо цебец. Этого мало. Давайте пойдем дальше. Давайте, например, где еще? Так, есть у пророка Ишаягу. А ну-ка. Это у нас всего лишь английский язык. Так, вот он. Как это должно выглядеть у нас. Так. Ага, пожалуйста, будь телевизор. Пророк Ишаягу. Бавон Бецо Кацавти, 57 глава. За грех его, чего? Бецо, я разгневался. А кто ж такая Бецо? Ну посмотрим, что он комментатор говорит. Правильные люди, да? Где у нас здесь? Равин Альшулер. Вот он, Равин Альшулер. Что он говорит? Бецо, Иньян, Гезель. Пожалуйста. И он прекрасно нам еще. Видите, он цитирует нам вот что еще. Саны и Ботса. Это, кстати, тоже Тора. Это, кстати, глава Ятро. Ятро советует Моша Равейну выбрать судей. Помните? И среди них есть Саны и Бецо. Люди, которые ненавидят эту самую Бецо. Ненавидят корысть, ненавидят грабеж. Такие должны быть судьи. То есть опять это слово в том значении, в котором мы изначально его видели. Причем здесь компромисс. Мало и этого, будет еще Хавакук. Есть. Так. У меня для вас вот еще есть. Так. Такое есть. Так. Что у нас такое? Правильно? Хавакук. Вторая глава. Совершенно точная. Ой, Боцея Бецара. Ой, тому, кто Боцея Беца. Вот эту самую злую, злую Бецу. И опять туда же мы, понимаете, мы попадаем в Равина Альшулера, который нам тоже сказать, что это такое. Говорит, ой, а Боцея тот, который Ошек грабит. Все. Он себе делает. Инян Гезаль. Пожалуйста, Боцея инян Гезаль. Все объясняют это таким. А может, это, может, Хавакук так объясняет. Может, Раша по-другому объясняет. Боцея Бец. Кто это такой? Он Эс-Мамон. Отбирай деньги. Представляете себе? Все объясняют так. Так. Еще есть посолку Иови. Еще есть. То есть Танах везде говорит одно и то же. Задается вопрос. Где это слово? В значении каком-то другом появляется. Откуда его берут? Вот здесь самое возникает потрясающее. Значит, мы давайте вернемся на секундочку в Талмуд и с вами обнаружим потрясающую вещь. Сюда просто геморрад-броход. Это просто первый трактат Талмуд. Понимаете, что происходит? Первый трактат. И в нем, значит, на... Должно быть здесь, да? Сейчас мы увидим с вами это дело. Да. Вот оно. Вот он. Вот он этот наш любимый, да? Боцея. Это что такое вообще? Амар Рова. Говорит Рова. Это, извините, шестая глава, да? Как мы делаем броход, там всякие благословения, да? Кейтс Мемархим, да? Броход. Как молиться. Рова говорит. Меварекча говорит. Броху веахар как боцея. А после этого он боцея. Грабит, наверное. Говорит, Брохуй, а после этого кого-то грабит. Не. А, может, компромисс? То есть, говорит, Брохуй, а потом делает компромисс. Не-не-не-не, что-то не то. Пируш, объяснение. Что это означает? Что я фриша пруса, что не надо отделять кусок минопад от хлеба, адахара броха до завершения благословения. То есть, сначала сказать, полностью броху на хлеб, потом отрезать. Вот он где позор-то. Я задаюсь вопросом. Откуда взялось это слово в значении отрезать хлеб? И при том, что слово бецуа, которое мы сказали, ну, то же самое слово, просто существительное, не глагол, а существительное. Оно сегодня на современном ибрите все, что угодно означает, только не то, что, значит, в классической версии святого языка. Вот это вот осуществление, реализация, все, что хотите, так? Вот это слово в словарях, они обозначают отрезать кусок от халы. Они знают, им рассказали, что здесь в Талмуде это написано. Ну, может, какая-то случайность. Может, только здесь в Талмуде это? Если бы только здесь. А вот трактат Шаббат. Уже прям выученный всеми, ну, по листам разобранный трактат, да? Там ближе. Во второй половине, да? Где это у нас? Вот оно. Вот оно здесь. Купью Зайном от Бет, по-моему. На второй стороне должно быть. Сейчас мы увидим листы, сразу его вспомним. Он это или не он? Да, он, сто процентов. Вот оно. Вот оно. Значит, говорит Раби Абба, Бешаббат, в субботу, кхая водам обязан человек. Что делать? Левцо альштейки корот. Отрезать от двух хлебов. Дихтив, как написано, лекомешно, двойной хлеб. Здесь в Шаббат мы видим в трактате Шаббат, что человек должен, ну, может, не точно отрезать. Нет, это отрезать. Амар, Раваши, говорит Раваши. Это Хазина, Лели, Равкхан. Я, говорит, видел Равкхану. Де Нока Тарти, который брал два хлеба. У Баца отрезал хада от одного. А вот, например, Раби Зейра, Абеба Ца, отрезал акулы Шейрута на всю трапезу. Он отрезал себе большой кусок, чтобы хватило на всю трапезу. Раваши, видите, прусак, дула, большой кусок, бедай, луаль, коль, вот отсюда, на всю трапезу, лек, вот Шаббат. Изважение к субботе, прямо отрезал себе, так отрезал. То есть это кида принятая, постоянная здесь, в Талмуде и в трактате Браххот. Значение отрезать. Что у нас выходит? То есть вот это слово, которое в Танахе вообще в этом значении не фигурирует, никто, ничего, ни от кого не отрезает. Слово бацан означает получать корысть или грабить. Все. Финансовое слово. Но вдруг в таком значении здесь находится. Единственное, что я могу сказать, кто дал право, ну вопрос, вы понимаете, откуда взялось это слово в значении резать хлеб. Ну и понятно, после этого, отсюда уже понятно, почему инициировать компромисс. Пришли два человека, а у них там клинч, они там друг друга давят, душат в суде, а мы их так аккуратненько разрезали, разрезали, делать компромисс, отрезать одного от другого. Откуда это значение номер два, кроме принятого в Танахе значения, в смысле корысти? Кто, где и по каким причинам вообще в Талмуде обнаружил это слово и его начал использовать, у меня ответа нет. Я просто не знаю. И в этом позор, потому что, ну это просто перевод. То есть, все, вот книги все, все трактаты, ты все читал, ты все знаешь и ничего не понимаешь, что там написано. Единственную, сейчас недолго включусь, единственную версию, которую я могу предложить на эту тему, которая, конечно, нуждается в проверке, это то, что да, значение глагола «батца» в действительности, изначально мудрецы это просто знают, отрезать. И вся вот эта вот палитра широчайшая, слов, которые означают «грабить», это тоже в этом значение. То есть, отрезать, отбирать у кого-то что-то, отсоединять. То есть, когда я прихожу к кому-то, я хочу что-то от него поиметь, отсоединить что-то от него и присоединить это к себе. Вот этот вот момент отсоединения чего-то от чего-то, это оказывается глагол «батца». Теперь, в результате перетурбации получается, что все вот эти вот моменты, связанные с компромиссом, связанные с Иудой, например, который говорит «мабдеца», какая корысть в том, что мы убьем своего брата. В смысле того, что мы можем от него отщипнуть, что мы можем от него поиметь, если мы его просто убьем. Ничего. Один цур из положения неприятности. Так давайте мы его продадим. То есть, в смысле отсоединить что-то для себя, что-то отщипнуть. И поэтому то же самое, когда мы режем хлеб, мы для себя отрезаем кусок. «Батца Акула Шерута», говорит Талмуд, что Раби Зейра отрезал себе кусок хлеба прямо на всю трапезу большой для себя. Так вот, это отсоединение для себя от чего-то или от кого-то. Это, видите ли, смысл этого слова «беца». Теперь, отсюда оно прыгнуло в современный еврей в значении «бецуа киюм ангшама реализация». Потому что тогда, когда есть некое общее целое, и оно никому не принадлежит. Тем более, тебе не принадлежит. И ты хочешь, чтобы из этого общего целого выделилось что-то ограниченное, определенное. То есть, как бы отрезаешь от этого огромного аморфного целого, создаешь некую вещь, законченную, которая тебе нужна. То есть, ты что-то реализуешь. В каком смысле? Для себя. Поэтому ты как бы это вырезаешь из реальности. Вот в таком смысле. Понимаешь, что они делают, не понимаешь, что они делают. Вот создатели современного иврита перетурбацию такую вот с этим словом произвели. Перекрутили это слово «бацца», этот совершенно непонятный, удивительный глагол. В результате всех этих движений мы выясняем с вами, где у нас вообще этот был, извините, царь Давид. Уже мы про него забыли, что вообще от него. От него вообще ушли куда-то, да? Так вот у нас где он находится, так. Пожалуйста. «Боце, берех, нецашем». Откуда мы пришли? От этого пасука, который на целую страницу в Талмуде, в трактате Самедре. Там все время вот это слово «боце» именно в смысле компромисс. В смысле отрезания участников, от соединения участников суда друг от друга с целью дать каждому, да? Каждому отрезать кусочек. Сейчас они вдвоем, да, держатся за один кусок пирога. Понятно. Они пришли в суд, и они этот пирог не могут поделить. Они не могут поделить бизнес, они не могут поделить дом, они не могут поделить деньги. Что мы делаем? «Боц-ин». Отрезаем, отсоединяем один кусок сюда, другой кусок сюда. И таким образом производится компромисс. Ну и буквально еще один стих, четвертый, на эту же самую тему. Когда возвышается гнев его, баль и дрожь, чтобы не задавать вопросов, что это означает, сейчас мы увидим. «Эйн элу ким нету Бога, коль мезимотап» – все его злоумышления. То есть то, что нет Бога, то, что Бог ни в чем не участвует и ничего для этих несчастных, ограбленных людей не делает, это все злоумышления злодея. Ну, собственно, так Раши, а это дело объясняет, конечно, видите, Раши все-таки все время должен у нас быть рядом с нами, главный комментатор, да. Что это значит? Шигу Гава Рох, он очень такой наглый, да, поэтому когда он, значит, его гнев возвеличится, в данном случае это как бы не гнев, а как бы нос. «Умагбе везокев панап» – он поднимает лицо, вопой нос свой, баагбосы, высоко поднимает свой нос. «Бальядро» – что такое, чтобы не спросить. «Коль мезимота» – все его злоумышления. «Амротло» – говорят ему. То есть его собственные злые умыслы, как бы обращать с ним. «Бальядро» – «шакадышго». Не задавай вопрос. «Не ищи Бога». «Коль маше ээсэ» – все, что я сделаю, «ки эйн мишпад» – потому что нет суда. «Эйн милу» – ким нету Бога, в смысле «лет дин вэлет даян» – нету судьи, нет суда. И это вот вся идея этого злодея. Результат, как мы видим, возвращаясь к претензиям царя Давида, совершенно очевидный. В результате всех этих действий, при которых злодеи преследуют несчастных людей, далеко не все понимают, что все эти мероприятия с преследованием, они инициируются в любом случае свыше. Если кто-то что-то получает по голове, как следует, так он получает за дело. И далеко не все это понимают. Результат, конечно, плачевый. Потому что люди на это смотрят и делают совершенно неправильный выбор. Вот очень интересный сегодня, мне кажется, был у нас опыт в смысле того, что есть вещи, которые совершенно непонятны в традиции, просто загадочные. То есть откуда нашим великим законодателям, мудрецам было известно, что слово «ботца» означает, «отрезать халу» – это полная неожиданность. Потому что везде, как мы видели в Танахе, везде это слово означает корысть и грабеж. Грабеж и корысть. И вдруг совершенно спокойно в первом же трактате Талмуда, в трактате «Брахот» на 39-м листе появляется «миварахвэхаркабоцея». Сначала говорит «брахо», а потом «режь». И это, в общем, надо знать, надо очень глубоко знать язык, прям чувствовать кончиками пальца, чтобы сказать, что вот именно в таком хитром значении отсоединять для себя изначально это слово существует. И для того, чтобы это нам показать, Талмуд же это и пишет, потому что прекрасно можно было написать в этом месте в трактате «Брахот», «брахоэкабоакаркаххотэх». «Благоставляет ли отрезать?» Слово «хотэх» сто раз появляется в Талмуде. Это популярное слово в Талмуде – «отрезать», да? «Хотэх». «Коцеца» отрубает. Все, что хочет, куча слов, кроме этого экзотического слова «боцея». Специально оно выбирается, чтобы показать, что это слово такое. чтобы человек, который читал Талмуд, выпучил глаза на эту халу, которую кто-то «боцея», то есть кто-то ее ворует, и перед этим говорит «брахоу», что это грабеж халы с предыдущей «брахой». То есть человек, который читал Танах, открывает глаза широко, смотрит на это слово, не понимает, что происходит. Он говорит, смотри, ты не на поверхностное значение слов святых наших, смотри, ты на глубокий смысл, на этимологический корень смотри. А корень – это отсоединение в свою пользу, то бишь прекрасно подходит к случаю, когда человек говорит «браху», отрезает кусок от халы для того, чтобы его сожрать. Извините, интеллигентно в шаббес скушать во славу святой субботы. То есть это такая вот тоже святая корыстная цель. И поэтому все эти отрывки Танаха многочисленные. В Роке Шаягу, в Иове есть, в Хавакуке есть, в Мишлей, все эти отрывки Танаха, где сплошной грабеж, в смысле, это вот этимологически связано с этим тоже. И, соответственно, классическое значение в Талмуде этого слова «битсуа» в смысле компромисс, оно тоже отсюда происходит. Интересный такой, знаете, филологический опыт получается. Значит, уважаемые друзья, я всех поздравляю с наступающим праздником Пурьем. Мы буквально завтра утром, еще раз углубившись в рассмотрение прогноза погоды, будем решать, что нам делать с нашей Пурьемской трапезой, проводить ее физически, если вдруг завтра скажешь, что дождя не будет, и что будет тепло. Молодишься? Или мы все-таки как-то будем ее проводить через Zoom, не думающим неудачно. Вот здесь в моей маленькой каморке поместить все, что необходимо для Пурьемской трапезы, скорее всего, я пойду в гости к нашему дорогому Раму Мордыхаю. Мы уже вдвоем там с ним, как обычно, будем устраивать вот эту вот точку основную для развлечения наших уважаемых евреев в Пурьемскую трапезу и попоем, и все сделаем, как положено. Но откуда мы будем транслировать, это уже второй вопрос. Первый вопрос, надо все-таки принять решение, будет это Zoom, то есть будет эта трапеза происходить в таком вот нежелательном, неличном, безличном, я бы сказал, формате, или это все-таки будет наше с вами личное присутствие. Но, конечно же, под дождем трудно будет. Если будет дождь, вы понимаете, это не совсем то, к сожалению. Всего самого наилучшего будем решать, буду держать вас, конечно же, в курсе дела. Спасибо. Спасибо, хорошо. Всего доброго. Спасибо большое. До свидания.